итак быстрое видео о том как сделать ее развертку сложного объекта об этом писали в комментариях об этом писали в телеграм-канале и она может у вас получиться достаточно быстро и просто и при этом она будет довольно качественный итак у нас есть сложный объект который нам нужно развернуть я его моделил и не рассчитывал на то что я буду моделить отдельную часть и вот так вот часть за частью я буду моделить разворачивать модель разворачивать я этого не стал делать я просто замоделил и затем решил что мне нужно его развернуть желательно по-быстрому и желательно чтобы текстуры наложились на него довольно красиво у нас есть объект который состоит из большого количества частей и прежде чем их разворачивать нам нужно применить все модификаторы допустим колонны сделаны у меня через модификатор array вот они колонны я применил модификатор array затем применял все другие нужные модификаторы затем все самые видные и крупные части я скопировал через alt d таким вот образом и вот эти колонны у меня сделаны подобным методом все вот эти части у меня были отдельные это отдельные сетки я объединил мелкие части с нижней частью у меня получился вот такой объект такой мэш и трубочки наших колонн я сделал тоже отдельным мэш затем я объединил два этих объекта просто через shift alt d и затем по координатам скопировал в то же место заменив какие-то скорректированные части под те же самые затем я разбил на группы элементы по их формам и по их роли играющий постройки самого здания то есть я взял все вот эти углы условные бордюры скажем так и объединил в одну группу уже через control j чтобы мне было удобней мелкие объекты которые наносил для больше детализации и объединять не стал распределил их по группам вот она коллекция parts то есть части колонны можем их выделить все объекты затем декали тоже все объекты просто обозначение для себя это основная часть скажем так часть фундамента часть стен и некоторые колонны более маленькие колонны и также отдельно выделил арку потому что арка я с ней особо не заморачивался и просто применил к ней модификатор subdivision чтобы она была сглаженной и теперь касательно самой развертки после того как я выделил все углы я применил к ним модификаторы ну например для вот этих маленьких подставок под саму колонну модификаторы к ним еще не применял перед самой разверткой то есть те объекты которые вот у нас есть здесь четыре объекта здесь четыре объекта они абсолютно одинаковые соответственно для них хватит как бы одной развертки то есть для всех четырех условных угла у нас будет одна развертка соответственно модификаторы к ним применил уже после развертки это важно знать также перед тем чтобы делать развертку я не объединил объекты через control j потому что пока вы не применили модификаторы это лучше не делать я их не объединяю то есть допустим можем для примера взять два вот этих объекта нажать control а и скейл я применил к ним скейл чтобы размеры наших объектов применились для чего для того что если мы развернем эти части без применения размеров у нас здесь будет растянутая текстура а здесь будет нормально еще где-нибудь растянутая и где-нибудь нормально и поэтому когда мы применяем скейл перед разверткой это уже дает большой бонус к нашей развертки благодаря чему текстура ляжет на буквально каждый полигончик вполне как вам нужно и вполне терпимо то есть опять же говорю мы не говорим сейчас про какую-то четкую развертку для развертку для геймдева условно вы сделали какое-то здание какой-то объект для синематика блендере чтобы просто показать блендере вы можете таким образом который сейчас показываю развернуть либо же для геймдева это тоже имеет место быть но я расскажу об этом позже после того как я применил размеры я просто нажал view и smart uv но сейчас из-за примененных модификаторов здесь стало больше каких-то деталей но без модификаторов вышло примерно так также для более классной развертки можно применить и випак мастер который я выложил на бусте и вы можете зайти на бусте и посмотреть возможно скачать вас очень выручит этот адден потому что если у вас через smart uv развернулась как-то не очень красиво не очень правильно вы можете открыть и випак мастера включить rotation enable чтобы он мог вращать нашу развертку и fixed scale чтобы он фиксировал размер но после перепаковки получается такая каша потому что опять же повторюсь что модификаторы применены и он некоторые развертки делят еще на несколько и получается такая фигня и затем поэтапно распределяя части опять же в коллекции по группам колонны декали например вот части 3 вот вся развертка всех этих частей где-то я использовал юипак мастер где-то его не использовал потому что там и так все нормально то есть буквально создаем какое-то здание например затем распределяем его по каким-то похожим друг на друга частям колонны колонном углы к углам окна к окнам и декали к декалям и таким образом мы можем выделить все эти части по отдельности применить к ним размер это обязательно нужно применить control а скейл и затем ю smart uv если какие-то проблемы мы можем использовать и випак мастер и как я увидел на своей практике это довольно действенный метод довольно хороший метод это метод который имеет место быть и также теперь геймдеву можно ли это использовать геймдеве конечно это можно использовать геймдеве если у вас нет какого-то строгого требования по развертки если там в принципе не особо волнует какая развертка то вы можете спокойно использовать этот способ и у нас кстати в этом объекте получилось всего четыре раз два три четыре и пять пять текстурных карт и так как я делаю это не в какую-то игру пока что то мне без разницы сколько там будет карт потому что это для блендера это в принципе просто пока что черновой проект который будет дорабатываться если же я бы это делал для геймдева то есть для игры видеоигры я бы наверное сделал две-три текстурных карты объединив например декали с нашими базовыми частями то есть типа стены объединив маленькие колонны с углами и арку объединив также в базовой части ну естественно перед этим изменив ее топологию суть всего процесса в том что мы делаем большой крупный объект состоящий из множества частей делим эти части по каким-то классом признакам загоняем их в одну коллекцию разворачиваем на одну карту и нас получается там от двух до пяти до шести текстурных карт если уже больше шести текстурных карт то возможно стоит задуматься над ее оптимизацией а так в целом как для чернового проекта и опять же для геймдева это может подойти спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал подписывайтесь на instagram также обязательно можете посмотреть телеграм-канал также можете посмотреть бусти и на этом же бусти найти addon uv packmaster спасибо за просмотр и удачного разворачивания колонн а